В Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум, собравший представителей широких деловых кругов из 60 с лишним стран. В работе форума принял участие глава Чувашей Михаил Игнатьев. Один из масштабных вопросов, обсуждаемых на форуме, первые результаты национального рейтинга российских регионов. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата проведен в 21 пилотном субъекте Федерации. При его составлении учитывалось количество проверок бизнеса в год, качество дорог, доступность земельных ресурсов и срок оформления земельных участков собственность. Усилия регионов по созданию инфраструктуры и ресурсов для ведения бизнеса, налоговые льготы, государственные гарантии, уровень поддержки малого бизнеса и еще целый ряд показателей. Рейтинг с самого начала делался силами наших четырех ведущих деловых организаций. Это затея не политического руководства, не администрации президента, не правительства. Это затея, которая осуществлялась деловыми объединениями. И осуществлялась она силами этих деловых объединений. И те результаты, которые получились, они могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но это оценка бизнеса. Предполагается, что рейтинг станет действенным инструментом в выявлении и распространении лучших практик по работе с инвесторами. Но еще более важная задача – определить проблемные вопросы и найти способы их решения. Хорошо, что у нас есть плохие регионы, и никуда от этого не деться. Любой рейтинг все равно будет иметь кого-то в конце списка. Но хорошо, что губернаторы здесь присутствуют, это значит, что они не пытаются делать вид, что в регионе все хорошо. Значит, они пытаются воспринимать этот рейтинг как инструмент для того, чтобы сделать что-то и показать результат своей работы. Обсуждение было активным. Уже со следующего года проект перестанет быть пилотным, и рейтинговые исследования проведут абсолютно во всех регионах страны. В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано множество самых разнообразных соглашений. У главы Чувашии первая встреча состоялась с ректором Московской школы управления Сколково Андреем Шароновым. Планируется, что школу управления будет организована целевая подготовка квалифицированных специалистов для Чувашия, а также будет оказываться содействие в повышении научно-теоретического и профессионального уровня работников системы образования и науки республики. Дополнительный импульс торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству нашей республики с регионами России придадут и соглашения, подписанные с губернаторами Архангельской и Костромской областей. Опыт на самом деле в республике очень хороший. Опыт в первую очередь сформирования инфраструктуры. Мы знаем, насколько сегодня высокая газификация, насколько плотна сеть дорог в республике. Знаем, правда, при этом, что у вас есть одна проблема, проблема связанная с землей. У нас таких проблем нет, потому что наша область, она большая, огромная. Населения не очень много, свободных земель очень много. Конечно, хотели бы вместе сотрудничать, в первую очередь, в сфере туризма, потому что наши возможности не реально велики. Губернии фактически 800 лет, и на территории ее находятся ценности исторические. Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел и ряд других встреч с руководителями крупных корпораций и предприятий, с которыми у республики выстраиваются взаимовыгодные отношения. Федеральные министры представлены здесь, и с министром промышленности, и с министрами энергетики, с министром открытого правительства обговорили, переговорили о том, чтобы в дальнейшем сотрудничать эффективно. Кроме всего этого, была рабочая встреча с господином Виксельберг. Виктор Феликсович, я знаю, у нас строит завод. Вот подтвердил он, что в конце июня месяца приедет с делегацией на открытие уже своего завода, который строил с участием Роснана. И с учетом всего того, на сегодняшний день, вот этот один рабочий день, очень много последствий даст для того, чтобы, в каком нужно направлении работать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok